Добрый вечер, дорогие друзья! С автоматами, кстати. Мне сегодня рассказали, это сейчас для студентов, что у нас еще есть эта система автоматов. Пользуйтесь ими. То есть просто ходите, отвечайте. Ну, эта педагогическая часть закончилась. А теперь мне хочется пожелать всем прекрасного настроения, потому что сегодня у нас концерт класса Ларисы Владимировны Деевой. Это вокалисты. Я только что провела буквально недавно один концерт вокалистов и поняла, что я иссякла. Думаю, о чем же мне рассказывать на этом. И вот у меня такой вопрос возник. Кто же это такие? Что это за люди такие? Что это вообще такие за вокалисты и вокалистки? Мне стало очень интересно. И, ну, сегодня вы посмотрите по ходу концерта, какие мысли у меня всякие возникали. Споры, в общем, принимаются. Я начну с того, что при мысли об академических вокалистках, что все время мы представляем, какие-то сногсшибательные платья, какие-то драгоценности, сверкающие на весь зал, вот эту статную походку и какую-то необыкновенную красоту. Вот, к сожалению, как пианистка могу сказать, что о нас так никто не думает. Мы люди в черном, сидящие в профи, а вокалисты шикарные люди, которые несут себя на сцену. И один вид их уже завораживает и настраивает на какое-то волшебство. Я с удовольствием приглашаю на сцену дуэт Марию Сивчик и Екатерину Болошеву. Партия фортепиана Анастасия Юрьевна Макарова. Рубинштейн. Горные вершины. Партия фортепиана Анастасия Юрьевна Макарова. Рубинштейн. Горные вершины спят во тьме ночном. Партия фортепиана Анастасия Юрьевна Макарова. Рубинштейн. Горные вершины. 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 я позже об этом буду говорить, которому посвящают даже свою жизнь некоторые тоже знаменитые и известные люди. Но помимо этого всего прочего, тем, кто уже прославился, возможно, все. Им позволяет все, что угодно, и публика терпеливо ждет. Такой был случай с Плассида Доминго, который у него просто во время арии подскочило артериальное давление. Он извинился и ушел. Через полчаса ему стало лучше. Он вышел в зал и понял, что публика не расходилась. Она вся сидела на листах и ждала, когда их кумир появится и опять начнет петь. Сейчас я приглашаю на сцену Алексея Гермолова и Галину Михайловну Аббатару. Глинка. Ария Баяна из оперы «Руслан и Людмила». Ария Баяна из оперы «Руслан и Людмила» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Так как любое пение почти, кроме вокализов, имеет слова, конечно, мы обязаны иногда, хотя бы, знать авторов. Вот, кстати, ну, ладно, я даже не буду, что кстати. Я просто скажу, что как раз следующее произведение Шиловского «Я люблю тебя, как солнце» написано на слова Марии Александровны Лохвицкой. Это сестра Натальи Александровны Тефи. И больше того, я когда начала искать, кто же автор поданных мне произведений, я так культурно скажу, я там нашла такие две буквы непонятные мне, К.Р. То есть вот эти слова были с предисловием К.Р. Начала искать, что за буквы такие. Вот, оказалось, это великий князь Константин Константинович Романов. Он сам писал стихи, он был в различных литературных обществах. То есть это непростая поэтесса, непростые стихи. Шиловский «Я люблю тебя, как солнце» поет Екатерина Полушева. Шиловский «Я люблю тебя, как солнце» Шиловский «Я люблю тебя, как солнце» поет Екатерина Полушевский «Я люблю тебя, как ты» Шиловский «Я люблю тебя, как солнце» поет Екатерина Полушевский «Я люблю тебя, как солнце» поет Екатерина Полушевский «Я люблю тебя, как ты» Шиловский «Я люблю тебя, как солнце» поет Екатерина Полушевский 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 «Я люблю тебя, как солнце» поет Екатерина Пол Соловья, как люблю, как разлюбивший, Не полюблю, не полюблю. Сейчас прозвучит песня Нина из опереты «Золотая долина». Я просто хочу сказать два слова о том, что действительно происхождение пения датируется аж в период неолита. Там очень интересно про это пишут. Это написано, что особый эмоциональный строй, соединяющий смех и плач в одну целостную вокальную гамму. Это начальное было определение. Зато теперь есть огромное количество исследований именно феномена локалистов. И вот появился такой термин, я надеюсь, что он новый, я первый раз читаю, но не настаиваю, который называется «феномен невыразимого в искусстве». Это интерпретация исполнения, которая воспринимается слушателями как завораживающий, таинственные флюиды, которые увлекают за пределы звучащего в сферу духовного и заставляют испытывать необычайно сильные эстетические переживания. Вот до чего дошла сейчас наука о вокальном исполнительстве. Я с удовольствием приглашаю на сцену Хамилу Файзулину, Дунаевский, песня Нины и запереты «Золотая долина». Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я обязательно должна сказать о концертмейстере, о Галине Михайловне Абакарове, о тех людях, точнее, мы сейчас думаем конкретно о том человеке, на котором держится вот в данный момент весь класс практически Ларисы Владимировны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сколько вы лет работаете? Мне прям интересно. Даже не помню. Вот тоже. То есть это огромное количество времени, которое отдано музыке. Вот поэтому я попрошу вас, давайте, поаплодируем. Будьте здоровы. И огромное вам спасибо. Вот я сейчас как замдиректор от колледжа. Огромное спасибо за ваш труд нелегкий и сложный. Но вообще, конечно, хорошо быть певицей. Я вот читала, прям отлично. Вот, например, знаменитая итальянская певица, правда, давненькая, это была Екатерина Габриэль, запросила Екатерина II 5000 дукатов за два месяца выступления в Петербурге. Екатерина ей говорит, я своим фельдмаршалам плачу гораздо меньше. Отлично, Ваше императорское величество, пусть Ваши фельдмаршалы Вам упоют. И в результате императрица уплатила ей. Это была баснословная сумма в те времена. Просто невероятная игра. Хорошо быть певицей. А мы продолжаем наш концерт. Приглашаю на сцену Анну Раздобурдину. Милютин, Арии Наташи из опереты «Беспокойное счастье». Аплодисменты, Арии Наташи из опереты «Беспокойное счастье» 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 Аплодисменты, 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 Аплодис И не свечный, как будто собрал и сердцестый, И в поле луня и цветы. Я думала встретиться снова, и вместе с тобой нам весель. Ну что ты ушел и не смогу, как в окнах меня ты уйти? ПЕСНЯ Не забывай наши встречи в тот холод и в земле вечер. Не забывай наши встречи в тот холод и в земле. ПЕСНЯ Не забывай наши встречи в тот холод и в земле. ПЕСНЯ Я начинала с блеска софитов, с прекрасных костюмов. То есть с того антуража, как это все выглядит. А вот что пишут разные великие певцы. Я даже не буду приводить цитат, но я сделаю просто такой вывод какой-то. Пишут они вот что. Конечно, нужны определенные голосовые характеристики и хороший слух. Но 99% того, что вы слышите со сцены, это труд вокалиста. Паспанкова вообще пишет, что когда она пришла в Большой театр, ей пришлось по 5 раз в день заниматься с концертмейстером по 45 минут, потому что она писала о том, что везде пели народные артисты. И мне надо было как-то соответствовать. То есть практически день и ночь люди проводят в репетициях и в театрах. Ну, наверное, поэтому они так любят свое дело, потому что очень много времени уделяется своей профессии. Векерлен Мариетта поет Камила Файзулина. 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 Камила Файзулина. А я с удовольствием приглашаю на сцену вокальный дуэт. Виктор Жуков и Мария Сивчик. Панис Ангеликус, что в переводе русский, я очень люблю переводить, означает «ангельский хлеб». У рояля Анастасия Юрина Макарова. Франк Панис Ангеликус. Анастасия Юрина Мариетта поет Камила Файзулина. 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 Буквально вчера один из преподавателей отделения открыл мне секрет «Луча на повороте». Рассказал о том, что перед выходом на сцену «Луча на повороте» выпивает стакан ледяной воды, что позволяет как-то мобилизовать свои силы, сразу там что-то сузить, потом расширить. В общем, все это по физиологии, как положено. И именно «Луча на повороте», перед тем, наверное, как начать петь это произведение, писал такие слова. «Меланхолия, нежная нимфа, я посвящаю свою жизнь тебе». Беллини, Малинкания, нимфа, джентили. Поет Екатерина Родина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Эдвард Грик. Песня «Маргарита». Песня «Маргарита» 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 Субтитры подогнали Симон. Как дуновенье весны. Следующим номером нашей программы будет Ария из Оперетты. Никак не могу тут промолчать, потому что Аса и Кровь моя тоже очень любят Оперетты. И я была вынуждена какое-то время, когда мы жили вместе, тоже смотреть их все время по телевизору, ходить на спектакли. И, знаете, я их тоже полюбила. Это вообще чудесный жанр. Он, наверное, более легкий, может быть, не такой пафосный, но очень демократичный и довольно веселый, как я думаю так. Единственное, что Ария Василина из Оперетты Трембита – это немножко не тот вариант. Правда, она о любви, и, возможно, это спасает, потому что действия Трембиты – это после Второй мировой войны, когда одни хотят нового чего-то, а другие хотят вернуться, потому что было до всех вот этих вот разрух. Вот, собственно, и все. Наверное, тогда это было очень злободневно, хотя, не знаю, сейчас тоже, мне кажется, интересно, и вообще все, что связано с историей, когда сейчас пересматриваешь фильмы. Ну, старые фильмы, они вообще прекрасные, мне кажется, потому что там даже не столько истории, сколько о человечности людской, что сейчас мы наблюдаем все меньше и меньше, к сожалению, с поколением к поколению. И, конечно, пытаемся как-то, ну, расшевелить вот это вот все. Ну, надеюсь, что музыка точно за нас это сделает. Я приглашаю на сцену Дарью Уницыну, Милютин, Ария Василина из Оперетты Трембита. Разве нам не светит? Солнце не светит? Где ты, мой покой? Где ты, моя волна, Верный мой покой? Нас не нужно не увидеть, Нас не нужно не грустить, Верный мой покой⁠ И грешная любовь Все на свете другое Мой любимый судебный танец Жазве дамы светит солнце из-под ручь, Но для божьей свинце Забылить погрочь, Выдать остальные руки Не достать рукой. Где грешная любовь Где грешная любовь Где грешная любовь Где грешная любовь Гайка Аркемицина Сейчас в программе наших чудесных вокалистов Несколько произведений Александра Сергеевича Дорогомышского В любом концерте это является визитной карточкой нашего колледжа Мы носим его имя И наш зал теперь тоже носит его имя Ну все знают, да? Что говорил Дорогомышский Это скользкая и опасная тема на концертах Я знаю Он говорил Хочу правды, да? То есть он искал То есть смысл какой был у Дорогомышского И в чем его новаторство Он делал музыку такой, чтобы она повторяла наши человеческие интонации То есть он старался максимально приблизить вот эту вокальную линию к речевой Ну сейчас вы сможете в этом убедиться Я с огромным удовольствием приглашаю на сцену Анну Раздобурдину Без ума без разума Без ума без разума ПЕСНЯ 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 Продолжает наш концерт студентка уже четвертого курса, практически выпускница Екатерина Голушева. Шандерович «Как пойду я на быструю речку» поет Екатерина Голушева. Шандерович «Как пойду я на быструю речку» 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Какие бы мы строгие не были, все равно всем этим движет любовь, потому что сами мы фанаты. И, конечно, мы очень хотим передать детям вот этот пыл. Видите, у меня костер все горит, мне уже столько лет, со сцены даже неудобно. А пыл все еще есть во мне. И мне, конечно, очень хочется, чтобы наши дети, я их всегда называю детьми, потому что они действительно дети. И я еще думаю, мы вот с них требуем, как со взрослых, мы пойти там, пойти здесь, сегодня эту арию, завтра другую. А скажу вам по секрету, только что мы пели «Синий платочек», флешмоб, но это еще ладно. А сейчас мальчики, это даже педагоги не знают, это секрет, они, знаете, учат гимн ДСААФ. У нас тут пришел заказ, гимн ДСААФ, они вот, они как-то сами мне обещали Наталью Васильевну не напрягать в этом смысле. Вот, я к тому, что действительно всем и миром, и всем движет любовь. Вот об этом сейчас и будут петь Екатерина Родина и Даниил Кузнецовы. «В любви вся жизнь». АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Дорогие наши слушатели, на этой прекрасной ноте, ноте любви, мы с удовольствием приглашаем на сцену Ларису Владимировну, как говорится, режиссеру-постановщику всего этого действия. И, конечно же, речь будет говорить человек, как служивший вреда нашей армии, правильно? Ему только доверили. Пожалуйста. Уважаемая наша Лариса Владимировна, много говорить, конечно, не буду, скажу лишь то, что мы вас очень любим, очень мы благодарны за то, что вы у нас есть. Вы нас всегда поддерживаете, хвалите, в нужный момент ругаете и что правильно. Вам всегда можно прийти за советом, и не только по учебе, и будьте уверены, что вы нам помогаете. В общем, Лариса Владимировна, мы вас все очень любим, мы вам очень сильно благодарны. И этот маленький букет, скромный, от нашего маленького коллектива мы дарим вам знак нашей любви. Спасибо. Ребята, большое вам спасибо, вы молодцы. Я понимаю, что уже вечер, вы уставшие, после занятий вы все-таки собрались и спели этот концерт. Я хочу от вашего имени, от вашего лица поблагодарить Галину Михайловну Абакарову и Елену Александровну Светвичину за прекрасный концерт. Большое вам спасибо, вы нам очень помогли. Большое спасибо, что вы пришли к нам. Мы всегда вас ждем, мы вам очень рады. Всего хорошего. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ